всем ребят привет сегодня на телефон приехал я в одну деревню посмотрите оценить его монеты которые он недавно свои глупости приобрел и сейчас я буду заходить не знаю как будет изображение в общем вместе с вами хочу посмотреть что за монеты вот и по мере возможности определить себестоимость монет но я считаю что дедушку просто надули по неопытности по незнанию так что ребята думаю будет сюжет интересный и мы зайдем сейчас к нему в гости в дом дедушка живет один вот и его конечно же обманули сейчас зайдем посмотрим тук-тук можно нельзя наверно я был добрый добрый александр володя так приятно как прошел доойдем подожди кто это я к сам борис не приехал а слушай ты не куришь что курить ходила ура глотки а чё такого я пожалуйста спасибо да ничего сиди за может из какого рода 79 как сыр у меня с ним садись я на следующий год до дошла надеюсь немного детка взял йод есть йод есть йод йод игол йод йод вот эти они как бы серебряные петровские уже видно по горту он стоит неровный он должен чеканиться ровно вот и я уже могу с уверенностью сказать что это подделка это более реализовать уже не реализует да нет они стоят по 50 не возьмем 50 рублей здесь тоже видите гурт неровный а чеканин неровно это дядьку вас нагрели сколько отдали сходят еще за каждым по 2000 до все сбор спрощали здесь кольца своими деньгами это фигня никто не возьмет нет нет никто все понятно жалко конечно не скользит просто как все это какие были деньги им имитации будет посмотрим вот это как шли серебряные монеты петровские и это николаевский золотой это 21 доли там черт написано да какая разница это мне тот серебра нет они они из плава сплав идет медно-никелевый медно-никелевый то есть это фигня товарищ идет есть у вас идет идет я на них должен просто капнуть хорошо если есть если она будет идет среагирует на этот металл то это возможно серебро возьми приходи ну ладно так хорошо с курточка как раз ну легка так возьмем шкурку ну ты ничего больше не нашел это так они не удастся почему я клад находил серьезно да так берем монетку а кто их оценивает это где здесь специально что вот смотрите вот даже смотри чистим гурт и он желтый серебро разве желтый нет вот это значит у нас монета состоящая из плава в котором здесь написано серебро что доли нет конечно здесь да здесь написано чистого серебра 4 золотника 21 ну давай давай дальше вот желтый видите вот желтый да а должна быть белая потому что это серебро то есть вот эту монету можно даже при помощи йода не проверять то есть это монета фальшива и сделаны из плава в котором ну бесполезно йод он нужен для того чтобы оценить серебро серебро это или нет данном случае мы уже вам сказали что это обычная да плав обычная латунь видите даже смысл а это должно быть а если это было бы серебро при помощи йода капнули бы йод а йод например когда высох бы на серебре осталось темное пятно да да если это обычная какая-то железяка никель и что убираешь йод и он ничего не это фигня в общем вторую монету она она тоже желтые эти желтые это петровский крестовик принципе да и был бы настоящий был бы дорогой а золото к сожалению я проверить не могу но по весу я чувствую это не золото потому что она легкая вот и бабу и во вторых про бита на гурте не ровно то есть уже можно сказать что это таких наверно штампов то у петра не было были были я вам сейчас покажу на телефон и приложение каталог если бы они настоящие были бы я вам сразу могу сказать сколько не стоит вот такие вот монетки у нас золотой червонец 10 рублей 10 рублей да и петровские монеты 1710 год и крестовой 1728 сожалению они у нас фальшивые и дядь колю конечно же нагрели представляете его содрали по 2000 с каждую монету ну да обидно конечно обидно да не ладно вот найти бы таких людей кто вам это продал и лопатой по горбу да обидно ну так вот ребята мы посмотрели с вами моего знакомого дядь колю конечно нагрели очень здорово обидно досадно когда в деревнях в глухих вот так вот обманывают пожилых людей люди похожи были по внешности на цыгане и вы знаете дядь коль говорит что они якобы скрываются от полиции по каким-то законам потому что эти монеты как они сказали выкопали клад и вот таким способом они пытаются сбыть неприятно конечно дядь коля сам не со мной не имел связи если бы позвонил бы я бы ему все бы объяснил но к сожалению мы с ним дружим я у него на огороде копал монеты находил но на фальшивку он конечно наткнулся и здорово его нагрели монеты конечно себе оставил на всякие такие знаете на память ну и все ребят на этом я и закончу свой короткий видеосюжет снимаю на телефон так что за качество извините и не попадайтесь как мой знакомый дядь коля вот на такие подделки ну и все всем пока удачи итак ребят приехал я домой взял я у дядь коля эти монеты чтобы вам показать именно какие есть способы определения домашних условиях в данном случае у нас монеты будут проверяться по наличии серебра это или же золотые так что будет очень довольно интересно сейчас я вам просто продемонстрирую легкий весовой способ то есть по весу и по размеру если же вам будет интересно и вы отпишетесь в комментариях мы сделаем с вами видос именно более такой углубленной методы это будет йод то ляписный карандаш объем вытеснения при помощи воды вот так что способов проверки много и кому как будет нравиться эти способы так что если вам интересно можете отписаться и я видосики эти забабаху ну а сейчас отправляемся и проверяем именно на наших а весах по весу этих монет потому что зачастую подделать монеты по весу по размеру подобрать к серебру и золоту это очень очень сложно и многие кто подделывает монеты этим не запаривается просто напросто делают штемпель подделочный и продают но можно их проверить и по весу и по размеру так что смотрим будет интересно и конечно же сочувствуем дядь коле потому что я знаю что это монеты уже подделка так что проверим и узнаем ну а теперь ребят давайте проверим наши монетки именно по весу есть у нас телефонное приложение при помощи которого мы будем проверять для начала проверим серебро это у нас так петр 1 монетку у нас 1710 года петр 1 открываем и смотрим рубли вот они рубли открываем 1710 года монеты считается раритетный серебро 833 пробы вес 23 грамма так к сожалению размер монеты нету можно было проверить ее по толщине и по его диаметру при помощи штанги циркуля замерить вот в основном когда пальшивомонетчики делают они стараются сделать именно размер монеты чтобы совпадал с оригиналом чтобы монеты были одного размера но к сожалению когда делают размер подгоняет толщину и диаметр монеты к сожалению не могут подобрать сплава металла по весу и сейчас мы посмотрим что такая вот монета 1710 года петровский рубль должен весить как вы видите 23 грамма это был бы серебро давайте перейдем вот к этому приборчику это у нас весы обнуляем так уложили обнулили и смотрим составляет 25 и 7 здесь у нас как вы видите так должно быть весом 28 грамм если это было бы серебро но изначально у самого дядя коли я взял шкурку и подручными средством зачистил гурт и как вы видите гурт у нас имеет желтого цвета желтый цвет это означает что это значит сплав в который входит здесь у нас в латунь видите желтый сплав это у нас была монета петр первый 1710 теперь давайте посмотрим вот такую монеты это у нас петровская тоже монета но это монета у нас петра второго давайте зайдем посмотрим что у нас будет показывать петр второй петр второй год управления 1727 по 30 крестовые рубли вот они у нас наличие посмотрим год 28 вот он 28 себестоимость 550 долларов вес серебро уже 700 28 пробы и вес 28 грамма с небольшим хвостиком но погрешность эту можно убрать в общем 28 должно быть давайте посмотрим как у нас покажут весы весы также показывать 25 и 8 то есть по размеру они подогнали все идеально и по толщине и по весу даже оба весит один и тот же размер один и тот же вес так обновляем и аккуратно ложим на весы как вы видите монеты весят практически одинаково то есть сплав составлен у них однородный какой-то и латунь потому что гурт у нас что у одной монеты что у другой имеется желтого цвета и это мы прям на дому у дядь коле сделали зачищая гурт обычной шкуркой ну естественно можно сразу видеть на монетах вот видите неровный штемпель по гурту как вы видите совсем неровно ну а сейчас давайте вернемся вот к такой монете это у нас 10 рублей 1909 года николаевский червоинц сразу можем обратить внимание на его год смотрите какой год смещенный в одну сторону и это уже недостаток но вернемся возьмем снова наше приложение так 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 и открываем николая николая червонцы 909 стоимость такой монеты 520 долларов это чуть больше тридцати одной тысячи и смотрим золото 900 пробы 900 пробы и вес 8 грамм 8.6 смотрим включаем наши весы весы у нас обнулились и укладываем аккуратно монету и смотрим на весах показывать 6 6 и 5 а в каталоге должна составлять 8 и 6 это очень серьезная недовес то есть монета где-то состоит из разряда латунных то есть состав монеты в основном состоит из латуни вот так вот можно при помощи обычных весов и несложных манипуляций проверить на качество монет который в основном очень часто продают всякие цыгане таджики узбеки его уж извините меня но у вас это повелось очень здорово продают прям около магазинов ашанов всяких и плачутся на свою горькую судьбу вот как и дядь коля тоже попался такую же историю якобы это был клад скрываются они от полиции и продают вот таким вот образом если вам интересно следующее видео сюжет я вам покажу как проверять монеты при помощи тоже подручных средств йод затем ляписный карандаш при помощи вытеснения металла воды то есть объема монеты так что если интересно ставим пальчик к верху и я вам расскажу ну на этом и все всем пока и удачи не ловитесь на такие байки пусть они у нас бывают и плачевные всем удачи пока и и Продолжение следует...